12 июня в Кафедральном соборе Новосибирска открывается очередная пастырская конференция с участием всех священников и монашествующих Преображенской епархии. С приветственным словом к собравшимся обращается епископ Иосиф Верт. Эта конференция проходит под знаком 50-летия с начала Второго Ватиканского собора, а также выработки общеепархиального пастырского плана жизни Церкви. Переосмыслить собор, нашу веру, нашу принадлежность в Церкви. И, как видимые результаты этого процесса, должен родиться очень хороший, очень болезненный пастырский план Церкви Вертельской. Темой встречи становится подведение итогов, начатого в ноябре прошлого года, движения в приходах по сотрудничеству священников и сестер-монахинь. В качестве приглашенного докладчика по традиции выступает отец Мариана Седана. Это, мне кажется, интересно, очень важно, потому что понятно, что мы другом являемся даром. Чувствовалось, что это вроде бы та же тема, но идем все глубже и глубже. И уже даже отношения между священниками и сестрами как-то были более сестринско-братские. Это чувствовалось, что каждый имеет право высказаться, каждый имеет право сказать свое место, свой голос в Церкви. Для участников были разработаны интересные практикумы, где в малых группах каждый мог определить и осмыслить свое служение и свою роль в жизни прихода и общины, исходя из своих личностных особенностей. Мне очень понравилось то, что уже в первый день были интеграционные такие встречи, что это не были только слушания и выступления, а мы все активно брали в этом участие. Когда нас разделяли на группы, мы столько больше узнали друг друга. Как уже говорилось, нынешняя встреча включает в себя еще два важных направления работы – воспоминания об итогах Второго Ватиканского Собора и как вытекающая из этого работа по созданию общеепархиального пастырского плана деятельности Церкви. Участникам был предложен фильм о Втором Ватиканском Соборе, в который вошли кадры исторического выступления, Папы Иоанна XXIII на факельном шествии в день открытия Собора. После этого прозвучали свидетельства священников и монашествующих, поделившихся впечатлениями о Втором Ватиканском Соборе, который открылся в то время, когда они были детьми и молодыми людьми. Их рассказы продемонстрировали, насколько большие изменения привнес Собор в жизнь Церкви, общин и простых людей. И помню, Папа XXIII – добрый Папа, Папа Бома. Дома у нас, или сейчас Папа Бома. Это какое-то движение дом. И он писал, и времена, что Церковь – это для всех, особенно для людей. И мы были в мире. Много интересного нового, которое я не знала о Втором Ватиканском Соборе. И свидетельства сестер и священников, которые в разных странах по-разному принимали и переживали Второй Ватиканский Собор. Для меня это очень интересно было. В этот же день участникам конференции было предложено поразмышлять о том, какие взаимосвязи могут быть между Вторым Ватиканским Собором и предполагаемым пастырским планом епархии, а также о необходимости и актуальности подобного плана для развития приходов. Я понимаю, что это действительно важно по одной простой причине. То есть когда приходы только зарождались, то есть на первом этапе верующих собирали, там речь шла о самом фундаменте веры. Есть Бог, мы в Него верим, каждый пришел своим путем. Сейчас мы вместе совершаем то, что Церковь совершает от начала вот уже 2000 лет. Но когда количество увеличивается, скажем так, структура усложняется, то действительно без плана действовать, без общего плана действовать как-то сложно. То есть должна быть какая-то координация и деление опытом в данном случае очень важно. Священники и монахини имели возможность поделиться своим опытом деятельности и результатами работы с людьми. Также на повестке дня стояли острые вопросы инкультурации, так как все еще большинство священников – иностранцы, и без помощи католиков-мирян в приходах, являющихся гражданами этой страны и выросшими в этой культуре, обойтись невозможно. Понятно, как мы здесь, как Сибирская Церковь, как может реализовать Ватхианский собор, значит, жизнь Церкви и любовь к Христу в этой ситуации, в этой среде, чтобы вся Церковь, все крещеные участвовали. Я очень желаю, я вижу не только во мне, но во всех, большое желание работать, углубить эту работу. Исходя из этого, невозможно было обойти вопрос о положении Восточной ветви Католической Церкви и ее роли в усвоении российской культуры. Уже хотелось бы, чтобы хотя бы один раз, один день была бы литургия в Восточном обряде, чтобы мне чувствовалось семью, а не только в Восточной Католической Церкви. Тоже я служу в двух обрядах, служу для римокатоликов в Сибирь на приходе, для грекокатоликов. Для меня нет такой препятствий. Хотя я вижу другие священники, в римскатолических священниках это есть. Что они как бы не хотят, или как. Что в некоторых городах есть грекокатолики, есть римокатолики. Вот для грекокатоликов пусть они ходят на английскую миссию. Очередная пастырская конференция священников и монашествующих Преображенской епархии завершилась 14 июня, и ее итогом стало намерение прожить уроки Второго Ватиканского собора, воплотив их в конкретном пастырском плане епархии.